Добрый день, друзья! Меня зовут Михаил, я являюсь менеджером по продаже автомобиля с пробегом в компании автомобиля. И сегодня я вам расскажу, что такое тест-драйв, как его правильно провести, на что обратить внимание при передвижении, на примере данного автомобиля. Так что пройдемте, я вам сейчас все расскажу. Вообще, друзья, перво-наперво, на что стоит обращать внимание, это на общий внешний вид автомобиля, на то состояние вообще, в каком он находится и в каком он вам представлен. То есть желательно его смотреть чистым, чтобы видеть все нюансы. Ну, типа вот такого, как вот видите, есть дефект небольшой, его сразу видно. На глядном автомобиле его, в принципе, было бы не видно, даже если он был бы чем-то замораскирован, типа карандаша-окраски, его подкрасили бы, ну, вы бы не заметили такого. Начинаем осмотр, то есть смотрим внешний автомобиль, полностью осматриваем, убеждаемся, что он целый, не кривой, в принципе, и тот, который вам заявлял продавец. Перед тест-драйвом, стоит заострить внимание, я бы обращал внимание, на состояние вообще колес и резины, которые находятся на автомобиле, потому что резина может очень о многом рассказать вам про автомобиль. То есть ее состояние, ее, как бы, сезонность, состояние колесных дисков, тормозных дисков. То есть посмотреть износ, есть бортик, нет бортика, когда они менялись, это тоже может соответствовать о заявленном пробеге. То есть состояние резины, то есть при тест-драйвом убеждаемся, что резина зимняя стоит, потому что сейчас зима, мы поедем, соответственно, летом летнее, и ее состояние то есть что может рассказать вам резина по автомобилю но вообще перед здравим желательно убедиться что резина стоит на всех колесах одинаковая соответственно с одинаковым износом и без дефектов то есть это большие грыжи либо же какие-то порезы или же какие-то посторонние предметы которые могут находиться в резине саморезы гвозди и тому подобное то есть по состоянию резины что можно рассказать на резине обязательно имеется индикация то есть можно тоже обратить внимание индикация износа называется на данной резине она была восьмерка здесь заявлено 6 то есть 6 это соответствует 50 процентам износа резина соответственно износ весь равномерно идет то есть не нарушен сход развал обращать нужно внимание именно на передней на заднюю ось о чем может соответствовать изношенная резина либо внутри либо снаружи это то есть сбитый сход развал следствие какого-то может быть дтп нарушение геометрии кузова при дальнейшем просто невозможность выставления правильного сход развала в помить будет вести на дороге не будет себя неправильно вести что вы почувствуете в дальнейшем уже на тест-драйве именно за рулем автомобиля как у себя ведет на дороге и так друзья на что стоит еще обратить внимание это на звук двигателя на холодную потому что на горячую может не услышать какие-то посторонние звуки то есть на холодный будет все явно слышно чтобы для нас это не было с утра прав на холодный звёте двигатель посторонние звуки с автомобиля стоит тоже посадить удивить внимание двигателю то есть это состояние эксплуатационных жидкостей это антифриз пачок гура тормозная жидкость ответственно посмотреть уровень масла двигателя это тоже немаловажно друзья это были одни из самых небольших аспектов которые необходимо проверить на автомобиле перед из драйвом а сейчас я вам покажу все время времени и на собственном примере так друзья мы с вами оказались в салоне автомобиля первое-наперво что нужно сделать это настроить себе посадочное место то есть это отрегулировать сидение по высоте естественно чтобы приблизительно был виды край капота хотя на них там где хотя этого не видно вот отрегулировать то есть на вытянутой руке запястье должно находиться на верхушке руля то есть отрегулировали посмотрели зеркала левое правое настроили и соответственно зеркало заднего вида обязательно пристегиваемся это наша жиль с вами безопасность пристегнулись если что-то неизвестно вам по органам управления которые в автомобиле в новом вам предоставляется соответственно не стесняйтесь спрашивать у менеджера либо же владельца автомобиля для того чтобы он вам подсказал что где находится обычно все стандартно находится управление включение светом соответственно щетки и стеклоочистителя мультимедиа мультимедиа лучше на время здраво выключить для того чтобы вам понять автомобиль вообще почувствовать его услышать какие-то посторонние звуки либо же какие-то незамечания которые будут так мы с вами все настроили сели убедились безопасности движения поехали то есть тест-драйв лучше всего проводить и планировать либо на какой-то конец дня либо же на выходной день на середину для того чтобы просто элементарно вам не простоять весь тест-драйв в пробках потому что у многих салонов маршрут уже заранее запланированы они простаиваются а если брать участного лица автомобиль то есть вероятность просто вы простоите весь тест-драйв в пробке и ничего толком не поймете то есть маршрут движения можно тоже если выбирать автомобиль продумать заранее то есть это должна быть обязательно какая-то прямая прямой участок дороги с хорошим покрытием ну и соответственно какая-то типа пересеченная местность для того чтобы понять где есть ровности и неровности по автомобилю соответственно у нашего салона есть уже заранее продолженный маршрут согласованный да маленький нюанс для того чтобы вам произвести тест-драйв необходимо при себе иметь водительское удостоверение стаж не менее двух лет ну и паспорт по нашему маршруту вот на пути прямо встречается хороший прямой участок на котором можно почувствовать динамику автомобиля то есть проверить работоспособность именно а кпп либо механической коробки передач на плавность переключения отсутствие рывков толчков ну и тому подобных неисправностей то есть ограничение в городе 60 больше разгоняться не стоит автомобиль особенно если незнакомый соответственно лучше перестраховаться и так едем на что нужно обращать внимание вообще при тест-драйве на автомобиле когда вы передвигаетесь то есть во первых этого нужно его слушать не зря я сказал что выключить мультимедиа музыка это хорошо она безусловно потом подарит непередаваемые эмоции соответственно с любимой музыкой если композиторами но дороге все-таки лучше послушать автомобиль то есть едем слушаем нет ли посторонних звуков шумов скрипов а также на прямом участке дороги очень хорошо ощущается это я про что говорил ранее по колесам когда сбит исход развал то есть отпускаем руль если фабель никуда не ведет это хорошо если есть какой-то уход с дистанции с нами это то соответственно есть уже какая-то неисправность то же самое и по торможению то есть на прямом участке дороги очень явно можно выявить это неисправность тормозной систем это либо же есть поврежденные тормозные диски либо же износ колодок то есть нажимаем на педаль тормоза отпускаем руль также если автомобиль при торможении не ведет ни влево ни вправо в принципе тормозная система она исправна но это не исключает того что нужно не просто необходимо смотреть автомобиль на подъемники в любом случае чтобы исключить именно того момента который потом может всплыть внезапно то есть это с утра вы завели отъехали а на парковочном месте именно лужица масло кажется или антифриза мало ли всяко бывает подтеки неисправности рассохлись прокладки либо что то еще также есть в городе очень часто встречаются искусственные неровности такие как лежачие полицейские то есть в данном моменте переезжаем их тоже обращаем внимание как ведет себя автомобиль в принципе здесь без нареканий то же самое по рулевому управлению то есть автомобиль почему нужно чувствовать понимать что он не рискает по дороге нет никаких нарушений в подвеске и тому подобного соответственно про что влияет на обзорность то есть особенно когда автомобиль выбирает слабый пол но наш любимый женщины и девушки они зачастую обращают внимание именно вот на средней стойке вот идет я не зря сказал при начале движения то есть про капот то всем необходимо просто видеть чувствовать габарит автомобиля то есть если вы их не чувствуете то нужно либо настроить сиденье заново чтобы почувствовали либо но выбрать немножко поменьше как говорится для городского передвижения слушаем автомобиль то есть вообще нужно как бы понимать тест-драйв это такая неотъемлемая часть приобретения любого автомобиля любой техники которая дает вам первые эмоции первое впечатление о машине то есть вы сели если вам комфортно удобно вам нравится то можно принципе продолжать если он вам нравится снаружи и это уже другая история если вам нравится вам снаружи не нравится внутри но вам нравится его динамические качества ходовые качества управляемость то я думаю что стоит рассмотреть себе самое стоит застрить внимание на именно рулевом колесе на его удобстве и на отзыве автомобиля на него Потому что некоторые автомобили, особенно высокие, например, паркетный автомобиль, паркинг. Некоторые автомобили имеют умалкость при маневрах. То есть тоже, конечно же, нужно выбрать безопасный участок дороги, где помешаем другим участникам движения. И попробовать просто на нем поманеврировать. Повороты, развороты, перестроение. Также во время движения, что вызывает удобство прямо в автомобиле, это необходимо, чтобы органы управления автомобилей находились в легкой доступности и были очень информативны. Чтобы вам не пришлось отвлекаться от дороги, включать кондиционер, либо же климат-контроль, переключать музыку и включать обогрев сидения, к примеру. То есть, обратим внимание на приборную панель, здесь все в принципе в доступности. То есть я на вытянутой руке могу спокойно находясь за автомобилем уже раз, второй, третий и спокойно запомнить, где находится какая кнопочка и уже без труда включить ее. Соответственно, с этим тоже нужно заранее ознакомиться, чтобы для вас это не было сюрпризом, чтобы где-то в панике после покупки автомобиля у вас случайно вместо поворотиков не включились дворники, а вы повернули направо. Итак, немножечко практики и наглядного примера, как должна вести себя ГПП на ходу. То есть для того, чтобы ее проверить более детально, необходимо с небольшой скоростью, примерно 30-40 мм в час, дать разогнаться автомобилю, именно чтобы обороты поделились больше 3000 оборотов. Если есть переключение плавное, нет задержек, толчков, рывков, в принципе, ГПП работает справа. И то же самое проверяется на ходу при плавном разгоне, как идет она себя, то есть переключение происходит где-то в промежутке между от полутора до трех тысяч оборотов, в зависимости от стиля езды и от того, как вы динамично разгоняетесь. А также немножечко конкретную тему про механические, механическое переключение передач, то есть это принадлежит на порядке в антитроне. То есть вниз у нас идет понижение, передача на одну вниз переключается. То же самое, если рычаг АВП вперед переместить, будет повышение, то есть тоже на одну вперед повышается. Это необходимо для того, чтобы на обгоне, если вам не хватает мощности, если автомобиль немножечко ему не хватает, можно понизить, и он уже начнет двигаться по-другому, не будет принадлежно переключать, а переключить его с нами в своем режиме. Итак, друзья, подводя итог, могу вам с уверенностью заявить, что тест-драйв это та самая необходимая процедура, которую нужно проводить при покупке бывшего автомобиля. Чтобы понять, вообще подходит он вам, не подходит, приблизительно понять техническое состояние автомобиля и почувствовать его за рулем, естественно, вам потом на нем передвигаться долгое время. Наша компания является мультибрендовым салоном. У нас представлено более 100 моделей автомобилей. На каждом вы можете произвести тест-драйв. Для этого всего необходимы всего лишь два документа. Это водительское удостоверение и паспорт. Приезжайте к нам, пройдем тест-драйв, подберем подходящий для вашего автомобиля по вашим запросам и то, что вам понравится. С вами был я, Михаил, компания автомобиля. До новых встреч!